Добрый вечер. Я уже вижу, что наши участники собираются. Я рада всех приветствовать в этом эфире, всех, кто подключился к нам. Напоминаю, что актуальную информацию о мероприятиях в Библиотеке иностранной литературы можно узнать на нашем официальном сайте. И сегодня с нами в эфире Ольга Лукинова, руководитель отдела маркетинга информационной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук, автор телеграм-канала «Цифровой этикет». Ольга, добрый вечер. У вас что-то со звуком случилось? О, случилось со звуком. Вот, теперь нормально. Ольга уже выступала у нас в иностранке в феврале с лекцией, приуроченной к выходу книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете». Всем настоятельно ее советуем. Тема сегодняшней встречи «Цифровая паника и информационная эпидемия. Как сохранить здравомыслие в интернете во время всеобщей паники». Вы можете задавать вопросы в чате, в конференции Zoom и в комментариях в Фейсбуке. Если вы подключились к трансляции в Фейсбуке, я буду стараться оперативно Ольге передавать слово. И мы начинаем. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я сделаю одну педагогическую штуку. Мне нужно настроить демонстрацию экрана, чтобы вы видели презентацию. Сейчас, вот кажется, должно все получиться, и вы должны ее увидеть. Видно? Да. Видно. Отлично. Тогда мы начинаем. Анжела, большое спасибо за представление. Меня зовут Ольга. Я автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет». О том, как грамотно, корректно, этично, удобно друг для друга вести себя в цифровой среде. И сейчас, когда мы оказались с вами в ситуации, в самой боли, в ситуации эпидемии, мы вдруг оказались еще все наедине с собой и со своими друзьями в цифровом пространстве. И в этом цифровом пространстве могут циркулировать информации, которые нам не только мешают, но и помогают жить. Наоборот, не только помогают, но и мешают жить. И поэтому мы сегодня будем разбираться, как с этой информационной волной, информационной паникой бороться и совладать в цифровом пространстве. Для начала покажу вам такую картинку. Это то, как распространялся термин новый, который появился только в этом году — инфодемия. Он появился, обратите внимание, в январе, и дальше происходят скачки. Что такое инфодемия? Это слухи и панические рассказы, фейки, юмор, которые сопровождают эпидемию или эпидемию слухов. Это большующее огромное количество информации, которая возникает вокруг всей нашей темы, связанной с коронавирусом. И исследователи всерьез говорят, что наряду с обычной эпидемией, цифровая эпидемия, информационная эпидемия, еще, может быть, даже страшнее для нашего ментального здоровья, чем что бы то ни было в интернете. И было проведено итальянское исследование. И в институте было 8 миллионов постов и комментариев, связанных с коронавирусом, со всей этой историей. И оказалось, посмотрите, как драматично растет просто количество комментариев и постов про коронавирус. Это мы видим статистику тел, которые появлялись на разных платформах в связи с цифровой эпидемией. Это и про смерть, и рейтинг заболеваемости. И очень много было про Китай, и китайскую эпидемию. И очень много, большое, важное место здесь занимают так называемые protection advice, полезные советы, которые люди друг другу передают, распространяют. И глядя на эти цифры, и на эти цифры, и на эти цифры, мы понимаем, что информационная эпидемия действительно нас захватывает. Здесь возникает два вопроса. Первый, как не навредить себе, когда мы употребляем большое количество этой информации. И второй вопрос, как не навредить окружающим. Ровно те же самые вопросы, которые возникают перед нами, когда мы сталкиваемся с обычной эпидемией, с обычным вирусом, как уберечь себя и как уберечь близких. Здесь мы сталкиваемся с информационным полем и информацией, которая есть вокруг нас. Если сравнивать информацию с едой, то получается, что как еда. Есть полезная еда, есть бесполезная еда, а есть вредная вредная еда. Вот чипсы с сухариками – это вредная еда. Просроченные продукты – это вредная еда. Продукты отравлены – это вредная еда. Вот также информация, фейковые новости, недостоверная информация, слухи – это все вредная еда. Она в лучшем случае недостоверна. Вреда в лучшем случае она просто будет бесполезной. Мы с вами разберемся с двумя категориями информации. Первая категория — это правдивая информация о достоверных проверенных источниках, которую мы сейчас с большой активностью употребляем. И вторая категория — это недостоверная информация, как раз вот те самые фейк-ньюс, слухи, с которыми нам приходится сталкиваться. — Что же нам говорит информационный фонд, связанный с правдивой достоверной информацией из проверенных источников? Я думаю, что многие из вас заметили, что мы сейчас потребляем очень много информации. Эта информация про состояние дел сегодня на нас отсюда. — Только говорите чуть-чуть ближе, вы иногда пропадаете. — Одинаково плохо работает и информационный вакуум, дефицит информации, и переизбыток информации. Психологи устраивают такие графики, как зависит эмоциональная самочувствие от количества информации. Когда ее слишком мало, то мы можем испытывать тревогу от того, что у нас недостаток информации. — Когда ее слишком много, то наше самочувствие тоже падает вниз, потому что мы испытываем тревогу от того, что мы чего-то не знаем. И где-то посередине есть определенное количество информации, которое приводит к тому, что нам комфортно, что нам спокойно. — И вот у каждого человека это свой собственный интервал, когда нам комфортно и спокойно. Поэтому важно для себя определить время и количество потребления, то есть сколько нам нужно знать про коронавирус, чтобы чувствовать себя комфортно. — И второй момент — нужно определить надежные источники, на которые мы будем получать информацию, которая будет правдивой и достоверной. — Ну вот условно есть базовый список достоверных источников, на которых мы точно знаем, что можем так или иначе на эту информацию положиться. — Не будем сейчас спорить о том, насколько она достоверна, но так или иначе там информация, которая считается проверенной. — По крайней мере, мы знаем, кто несет ответственность за появление этой информации на этих сайтах. — Можем ориентироваться на них. — И второе, что важно, да, это понимать, сколько времени мы потратим на эту информацию. — Если вы понимаете, что вам нужно для спокойствия один или два раза в день проверить все эти сайты, окей, сделайте это. — Если вы понимаете, что вам нужно час, два, три провести, пусть это будет так. — Ваше спокойствие — это самое главное, что сейчас есть во цифровой эпидемии. — С другой стороны, есть уже появляется мемо про то, что «Профессор, вы слыхали, что коронавирус где-то не липнет?» — Как думаете, почему? — Так все просто, здесь они читают новостей. — Да, и у нас возникает уже история про то, что кто меньше читает, тот меньше беспокоится, у того меньше рисков получить какие-то негативные последствия. Мы сейчас с вами разберемся, что это негативные последствия и почему они возникают, когда мы слишком много читаем, беспокоящую нас тему, и не проверяем информацию, насколько она корректна, когда мы ее употребляем. Итак, информационный фон, мы переходим ко второй категории информации, это будет основной темой нашего сегодняшней встречи — это недостоверная информация, фейк-ньюс и слухи. Я вам сразу порекомендую самого главного и важного специалиста по фейк-ньюсам, слухам и недостоверной информации, которая распространяется в интернете, это Александра Архипова, исследователь, который просто доходчиво, понятно объясняет, как это все устроено. Очень советую вам посмотреть ее исследование, просто мой любимый самый исследователь сегодня. И первое, что вы, может быть, вспомните, приходило вам это тоже в телефон, как и мне, в WhatsApp или не в WhatsApp, это рекомендации от молодого врача Юрия, который живет в Ухане и там помогает больным справиться с коронавирусом. Это достаточно большое развернутое сообщение, в котором мы видим много разных рекомендаций и объяснений, как этот вирус работает. В частности, там говорится, что вирус тяжелый, поэтому он падает на землю и не передается по воздуху, что вирус на железе живет столько, а на бумаге столько, что вирус гибнет при температуре. Сначала была одна температура, типа 20 с чем-то градусов, поэтому нам всем рекомендовали пить кипяток. Потом выяснилось, что 27 – это не такая уж и горячая вода, поэтому во всех этих текстах, которые пересылались друг к другу, вдруг температура повысилась. Там было сказано, что если вы кашляете и у вас сопли, то у вас точно не коронавирус, потому что кашля и соплей одновременно при коронавирусе не бывает. В общем, такая очень подробная инструкция, в которую очень захотелось верить, потому что она все объясняет нам очень доходчиво. У меня просто смотришь и понимаешь, что все спокойно, я знаю, как все это происходит. И появляется множество фейков о том, что ночью вертолеты будут обрызгивать город сверху дезинфекцией и что не нужно выходить на улицу. Про то, что правительство скрывает, и заболевших на самом деле гораздо больше, чем официальная статистика. Про то, что крепкий алкоголь спасает от вируса. Я думаю, что вы все это слышали. Это распространялось и распространяется до сих пор. Даже было про бананы, которые распространяют вирус, потому что на них нападают эти вирусы, и они попадают в организм вместе с бананами. Может быть, вы помните про Алиэкспресс, когда очаг эпидемии был в Китае, то все говорили, что товары с Алиэкспресс теперь нельзя заказывать, потому что вместе с ними в Россию попадет вирус. В общем, очень много фейков, которые, я уверена, вы видели, читали, может быть, даже сами участвовали в их распространении. Фейк-ньюс, да, мы все используем этот термин, считается, что его ввел как бы Дональд Трамп. На самом деле известно, что фейковые новости появлялись гораздо раньше, что они всю жизнь существовали. Раньше их называли там «желтая пресса», «утка», «памплеты», что угодно. Но именно Дональд Трамп ввел этот термин как термин для обозначения тех СМИ, которые выдают какую-то информацию, которая не очень согласуется с позицией самого президента. И таким образом их обвинили нелояльные СМИ в фейковости новостей. Поэтому исследователи, которые исследуют фейк-ньюс, они говорят, что более корректным было бы использовать термин не фейк, а фоллс, истинные или ложные новости. Но, тем не менее, мы будем тоже использовать термин фейк-ньюс, фоллс-ньюс, когда какой-то термин будет более уместным. Журнал «Сайенс» в 2018 году провел исследование фейковых новостей. Они исследовали, как распространяются фейковые новости и как распространяются реальные новости. Вот это, собственно, обложка журнала «Сайенс», в котором публиковали эту статью. И здесь, обратите внимание, показаны два таких пятна. Одно пятно желтое-белое, другое пятно зелено-белое. Вот желтое-белое пятно – это то, как распространяется фейковая новость, новость неправдивая. Зеленое пятно – это то, как распространяется новость правдивая. Мы с вами видим, что неправдивые новости, фейковые или фоллс-ньюс, они распространяются гораздо лучше и быстрее и дальше, чем правдивая новость. Еще одна схема из этой же статьи, как распространяется фальшивая новость. Она распространяется дольше, она распространяется глубже. И цифры говорят, что на 70% больше вероятность того, что перепостят люди фейковую новость, чем настоящую. То есть настоящая новость нас не так шокирует и не так мы ее захотим распространять, как новость про фейковые, которые нас шокируют. Условно говоря, если я вам скажу сейчас, что в России 25 тысяч заболевших, окей, эта цифра похожа на вашу реальность, она не взрывает мозг, она не сообщает вам чего-то нового. Если я скажу, что в России 25 миллионов заболевших, то это уже нас шокирует и это нас побуждает к тому, чтобы дальше этой информацией делиться, потому что этого же не может быть, нужно срочно рассказать всем, потому что я узнала что-то новое. Таким образом, исследователи говорят, что фейковые новости распространяются глубже, быстрее, дальше и более широко, чем настоящие реальные новости. В этом реальные серьезные угрозы и проблемы. Зачем же создаются фейки и кто их создает? И вот Александр Архипов как раз говорит, что не существует единой причины одного человека, который бы придумывал эти фейковые новости. Каждый раз они происходят, случаются и распространяются по разным причинам. Когда-то это коммерческие или политические цели, когда-то это желание посмеяться, разыграть кого-то. Может быть, вы помните, совсем недавно, я сама попалась на этот фейк, появился фейк о том, что папа Римский изобретил голосовые сообщения и назвал их смертным грехом. И я подумала, что реально была такая история, я начала делиться этой картинкой, оказалось, просто кто-то захотел посмеяться, просто кто-то решил всех разыграть, а люди повелись. И вот этот вот такой пранк, посмеяться над людьми, которые не соображают чего-то там, он, конечно, тоже является одной из причин в распространении таких новостей. Бывает ошибка или когнитивное искажение. Буквально недавно, я сейчас нахожусь в изоляции в дачном поселке, и в чат дачного поселка пришло сообщение от одного из жителей про то, что закрыли магазин. Ну и дальше там название магазин. И все, весь поселок паникует, как же мы теперь будем ходить, где же мы теперь будем закрывать, закупать продукты, если там нашли в магазине коронавирус. Оказалось, что магазин, который закрыли, он находится вообще на другом конце Москвы. И речь шла про какой-то совершенно другой абстрактный магазин, но когнитивное искажение сработало так, что если нам говорят в нашем чате про магазин, то это непременно наш магазин. Соответственно, ошибки или когнитивные искажения влияют на то, что мы из правдивой информации делаем фейк. Бывает, что ты сам веришь в какую-то опасность, и тебе хочется всех убедить в том, что это действительно опасно, и поэтому мы сами создаем фейк. Бывает, что фейки создают мошенники, у которых реальное желание нажиться на какой-то проблеме. Давайте посмотрим конкретные примеры. Это ИА Панорама, сайт, который весь состоит из фейковых новостей. Если вы присмотритесь внимательно, то вы увидите, что здесь написано сатирическое издание. И этим они себя как бы сразу предупреждают, что здесь вообще-то сатира, и вообще не ждите здесь правды. Но люди попадаются на этот сайт, люди никогда не смотрят на то, что написано на логотипе, и они умеют таким образом конструировать новости, что мы реально верим в то, что это произошло. Ну вот, например, сейчас вот такой пример. Путин меняет свое решение с пенсионным возрастом, и здесь возникает, смотрите, какое когнитивное искажение. В конце стоит знак вопроса. Это означает, что дальше, внутри статьи, может быть написано что угодно. Даже если там будет правдивая статья, там может быть написано что угодно. Но если мы читаем эту статью, мы не обращаем внимания на знак вопроса, у нас в голове сразу мысль, Путин меняет решение с пенсионным возрастом. Здесь, да, тоже пример. Спите с луком в носках, не поверите, что произойдет на утро. Почему этот фейк происходит, почему его публикуют, потому что у нас сразу возникает желание кликнуть. Мы кликаем, соответственно, мы переходим на какие-то внутренние страницы сайта. Это означает, что у сайта возрастает посещаемость, у сайта возрастают просмотры, у сайта возрастает рейтинг и статистика. То есть они могут дальше, больше и лучше продавать рекламу. Это означает, что они сделали этот фейк в коммерческих интересах, в коммерческих целях. Я думаю, вы тоже на разных сайтах много такого встречаете. Ученые нашли суперлекарство от коронавируса. Жми сюда, и ты узнаешь, из чего оно состоит. Как сделать лекарство от коронавируса в домашних условиях. Вот эти вот новости, которые нас шокируют, они заставляют нас кликать на что-то. Они как раз работают на то, чтобы увеличивать посещаемость сайта. Дальше. Фейк, на который попались многие из нас. Я, если честно, попалась. Когда появились твиты о том, что из-за самоизоляции в Венеции так воскресла просто природа, все очистилось, и в Венеции в канал вернулись дельфины, вернулись лебеди, и вообще просто экология сейчас переживает второе рождение. Оказалось, что это фейк. Никакого, никакие дельфины не возвращались. Лебеди сфотографировали в другом месте. Журнал National Geographic опубликовал большой разбор, большую статью, которая посвящена как раз появлению вот этих фейков. И они говорят, что венецианские дельфины вообще были в Сардинии сняты, а лебеди сняли в том месте, где они вообще-то и всегда прилетают, и всегда там находятся. И они таким образом доказали, что это был фейк, что это была утка, что это были обманные новости. Но дальше они приходят к автору этого твита про лебедей и говорят, «Ну почему же вы опубликовали? Это же реально фейк, вы же сказали, что это неправда». А она объясняет, что «Ну вот я когда этот твитнула, то вдруг оказалось, что это настоящий рекорд для меня, и что с такого большого количества лайков я получила, и поэтому я, конечно, не хочу удалять эту публикацию, потому что это мой абсолютный рекорд по лайкам». То есть мы видим здесь такой частолюбивый мотив, когда человек создает фейк просто потому, что и дальше его не удаляет, потому что это приносит ему дополнительные охваты. Дальше есть в твиттере аккаунт, пикпедант, который разбирает все фейки и объясняет, где, почему, какая картинка является ложной. И он, в частности, говорит, что… Вот вы видите эту цитату, да, она выделена, про то, что передоз эйфории и количество лайков и ретвитов просто возрастает, и поэтому мы начинаем из-за этой эйфории и дальше сохранять такие публикации, их публиковать, потому что они нам приносят вот эту минутную славу, которую мы собираем на своих лайках и репостах. Кто распространяет фейки? Есть мнение, что распространяют фейки, наверное, старушки, наверное, какие-то неграмотные люди. Но вот на самом деле про фейк с папой Римский, который назвал голосовое сообщение тяжким грехом и дорогой в ад, попалась я. Я опубликовала это в своем телеграм-канале Цифровой Этикет, в котором почти 10 тысяч подписчиков. И ко мне пришли люди и говорят, Ольга, как же так? Вы вроде бы эксперт в цифровых коммуникациях, как вы могли не проверить информацию? Это же очевидный фейк. И, в общем-то, если честно, я не считаю себя старушкой или необразованным человеком, но я тоже попадаюсь на этот фейк. И каждый раз на фейки попадаются не только неграмотные люди. Зачастую грамотные люди распространяют информацию со словами «не знаю, это правда или неправда, на всякий случай пусть будет». И дальше распространяется вот эта фейковая информация, пусть из комментариев, пусть из преамбулы о том, что это фейковое, что, возможно, это неправда. Почему люди распространяют слухи? Об этом тоже прекрасно рассказывает Александра Архипова. И здесь какие есть основные причины? Я в шоке. То есть меня что-то вводит в шок. Оказывается, в России не 20 тысяч, а 20 миллионов заразившихся. Я в шоке. Я, конечно же, должна этим поделиться. Меня это так удивило, что я не могу держать это в себе. Дальше я, например, могу захотеть предупредить близких. Я понимаю, что это опасность. Опасность не двигается. Я ее предупреждаю. Хороший пример с тем, что это заложено в нас эволюцией. Условно говоря, наша семья, наше племя живет где-нибудь в Саванне. Вдруг я вижу, что где-то там вдалеке промелькнул лев. А может быть и не лев. А может быть и не промелькнул. Может быть, мне это показалось. Но дело в том, что если я начну сейчас разбираться, лев это был или не лев, то лев точно придет и сожрет всю нашу семью, всю наше племя. Поэтому я на всякий случай всем скажу, что там лев, чтобы все сконцентрировались, собрались и приготовились к атаке. Но таким образом они не пострадают. Может быть, они зря мобилизуются, но, по крайней мере, они точно не пострадают, потому что будут готовы к пришествию того льва, которого, может быть, даже еще и не существует. Другая причина, что я хочу понять и причиной объяснить происходящее. Сейчас происходит что-то непонятное, я теряю контроль, я не контролирую ситуацию. Поэтому у меня может возникнуть желание передать этот контроль кому-то, какому-то внешнему персонажу. Например, китайцу, который съел летучую мышь, и поэтому вся планета заразилась. Или, например, президенту какой-нибудь страны, который специально запустил вирус, чтобы подорвать существование планеты. То есть когда я вижу конкретного врага, то мне сразу становится полегче. А ну понятно, это вот тот китаец во всем виноват. Таким образом, для того, чтобы объяснить картину мира происходящего, я могу захотеть дальше разводить или продвигать какой-то слух. «Я хочу выделиться редкой информацией», как мы видели про девушку с лебедями и с дельфинами. Или «Я верю другу». Вот картинку, которую я вам показала про голосовые сообщения, почему я в нее поверила? Потому что мне ее прислала моя подруга. Но моя подруга-то не точно ничего ложного, не пришлет никаких фейков. Она-то уж точно не будет меня обманывать. И каждый раз, получается, когда мы распространяем какую-то информацию, передаем ее другу, то мы присоединяем к этой информации еще и свой авторитет. Он верит нам, даже несмотря на то, что, может быть, не поверил бы этой картинке. Но мы, наш авторитет, его убеждают. Вот эти причины, почему люди распространяют слухи, я в шоке, я хочу предупредить близких, я хочу понять причины и объяснить происходящее, я хочу выделиться редкой информацией, я верю своему другу. Все эти пять причин работают, в частности, с этим врачом Юрием Глимовым из Ухани, который нас предупреждал, что вирус погибает при температуре 50 градусов, и поэтому надо пить кипяток как можно больше. И горячую воду. Да, я верю этому. Я боюсь, я хочу предупредить своих родственников и друзей. И я понимаю, что это не какое-то правительство мне сообщает. Это настоящий, реальный врач Юра из Ухани мне сообщил по секрету о том, что нужно вот таким образом защищаться. Я верю конкретному человеку, и дальше распространяю эту информацию. А если не верю, то как в письме простоквашина, помните, когда лапа отваливается, хвост ломит, лапа отваливается, шерсть вываливается, когда один персонаж за другим дописывал письмо, вот мы также дописываем фейки. Когда нам кажется что-то недостаточно убедительным или недостаточно правдивым, то люди зачастую дописывают просто эти слухи, эти фейки, и таким образом они дальше распространяются еще более убедительными. Почему мы верим фейкам? Фейки вызывают эмоции. Когда появился фейк про то, что Папа Римский осудил голосовые сообщения, то мы сразу... Кто-то обрадовался, кто-то возмутился, кто-то удивился, но это вызывает эмоции, это нас заставляет каким-то образом эмоционально отреагировать, и таким образом, когда мы эмоционально отреагировали, у нас отключается критическое мышление. Мы просто не пытаемся сопоставить факты, а мы тут же эмоционально действуем и распространяем дальше фейки. Потому что фейки сопровождаются фотографиями. Вторая причина. Вот посмотрите, ясное же дело, что если тут Папа Римский нарисован, то значит, он в этот момент что-то говорит. Конечно же, он говорит сейчас про голосовые сообщения. И у нас происходит это когнитивное искажение, когда нам кажется, ну раз уж здесь Папа Римский на картинке, то все это достаточно убедительное доказательство того, что ровно про это мы сейчас читаем, говорим и слушаем. И фейки распространяются в соцсетях нашими друзьями, потому что уж нас-то, друзья-то, наш точно обманывать не будут. И очень я советую вам прочитать книгу Борислава Козловского, которая называется «Максимальный репост». Она как раз о том, как в соцсети заставляют нас верить фейковым новостям, как они распространяются, как они формируются. И, к честности, Козловский говорит, что для нас кто поделился важнее, чем то, какая газета написала. То есть даже если это написала и А.Панорама, которая всем известна, что это сатирический сайт с ложными новостями, то, а поделились наши друзья, то мы не обратим внимания на то, что это написала и А.Панорама, а мы обратим внимание на то, что этим поделился именно наш друг. Ну, поэтому будем дальше репостить. Знакомство с новостью заканчивается заголовком без подробностей, говорит Козловский. Соответственно, уже не так важно, что там будет внутри написано, но если мы увидели какой-то текст в заголовке, то мы уже начинаем верить и распространять. Дальше очень важно понимать, что когда начинает циркулировать какая-то информация, то срабатывает такой феномен, который называется информационная эхо-камера, информационный вакуум, мыльный информационный пузырь. Это то пузырь, в который мы попадаем. Смотрите, мы знаем все, что социальные сети нам показывают информацию не в хронологическом порядке. Я думаю, что уже все это видели и замечали. Если вы заходите в соцсеть, вам могут показать вчерашнюю публикацию вашего друга, потом сегодняшние посты, еще кого-то, еще кого-то. В каком последовательности они встают? Они встают в той последовательности, в которой социальная сеть считает, что нам будет интересно их читать. То есть самые интересные для нас новости идут на первый план, менее интересные идут на второй план. Как социальная сеть определяет, что нам эта новость будет интересна? По нашим реакциям. Если мы лайкаем похожие новости, то нам социальная сеть будет показывать еще больше новостей, которые похожи на ту, которую мы лайкаем. Соответственно, мы лайкаем то, что нам нравится. Дальше нам показывают то, что мы лайкаем. Мы снова видим то, что нам нравится. Мы снова лайкаем то, что нам нравится. И это замкнутый круг. То есть представьте, что если вы будете раз за разом лайкать новости, не знаю, просто, вы раз за разом лайкаете кошек в Инстаграме, Это означает, что Инстаграм будет вам подсовывать кошек, кошек, кошек и никогда вам не покажет собак, потому что он будет знать, что вы любите кошек, а не собак. В какой-то момент вам начнет казаться, что в мире куда-то исчезли все собаки, что мир полностью состоит из котов. Это когнитивное искажение, к которому приводит как раз этот парадокс релевантности, этот информационный пузырь. И слухи распространяются тоже, только если они соответствуют нашей картине мира. То есть когда в нашей картине мира нам кажется, что заразившихся коронавирусом гораздо больше, чем сообщают нам власти, то вот на эту почву, в эту картину мира, если упадет новость про то, что заразившихся 20 миллионов, то я готова буду ей поверить, этой новости, потому что она так или иначе совпадает с моей картиной мира. Поэтому важно, когда вы понимаете, что вы застряли в каком-то определенном информационном пузыре, в информационном вакууме, все новости вокруг вас об одном и том же, то очень важно выходить за пределы этого информационного пузыря, например, полайкать что-то другое, полайкать тех людей, которых вы никогда не лайкали, пройти по тем ссылкам, по которым вы раньше не ходили, для того, чтобы просто выйти из этого информационного вакуума, в который вы сами могли попасть. Чем же опасно распространение фейков? Много разных причин, сейчас про них поговорим. Первая причина — это стресс, слухи, это их называющие ментальным заражением. Когда возникает слишком много неправдивой информации, это она вызывает нас тревогу, приводит к стрессу, и 284 миллиона людей живут в мире с тревожным расстройством. И тревожное расстройство стоит на первом месте в мире среди ментальных расстройств, опережая даже депрессию. То есть, понимаете, это всерьез влияет на наше ментальное здоровье. Другая причина в том, что фейковые новости бывают зачастую вредными, реально вредными советами. Вот помните новость про то, что крепкий алкоголь помогает нам защититься от коронавирусной инфекции. На позапрошлой неделе из Ирана пришли новости, что 3117 человек получили алкогольное отравление в Иране, и 320 человек умерли. Потому что, как мы знаем, что в Исландской республике Иран запрещен алкоголь, и весь алкоголь, который есть в Иране, это либо метиловый спирт, либо самопальный алкоголь, который может быть отравленным, паленым и так далее. Соответственно, люди начали употреблять этот алкоголь, который не предусмотрен, не предназначен для употребления, который был вреден. И вы видите, что 320 человек реально умерли, потому что они послушали вот эту фейковую новость, фейковый совет, фейковую рекомендацию. Соответственно, одно из последствий — это кровенно-вредные советы. Другое последствие распространения непроверенной информации, несвоевременной распространения — это эффект ломбардии. Когда власти Италии поняли, что очаг эпидемии находится в ломбардии, они решили, что им нужно сейчас будет закрыть этот регион, чтобы из него люди не уезжали, не разносили дальше инфекцию, чтобы в него люди не уезжали, не подвергали себя риску. Что произошло? CNN узнала эту информацию и выдала ее раньше времени. Выдали ее за три часа до того, как официально власти об этом объявили, и город закрыли. Что произошло? Люди ринулись бежать из города, потому что испугались этого ажиотажа, этого панической информации, которую дал CNN. И, соответственно, фейки, вирусы из этого региона побежали дальше, начали распространяться дальше и дальше по Италии. Это эффект ломбардии. Происходит самозбывающееся пророчество. Такое самое известное, мне кажется, самозбывающееся пророчество произошло в Америке в конце 20-х годов, 1920-х, когда началась Великая депрессия, когда люди, боясь, что сейчас рухнут банки, побежали в банки с ним, и что рухнет рынок акций, побежали продавать акции, когда испугались, что рухнут банки, побежали решать свои дела в банках. И, естественно, когда все побежали забирать вклады, то банки рухнули. Так же происходит сейчас, происходило чуть раньше, с нашими магазинами продуктовыми. Когда началась паника, что в магазинах сейчас пропадет еда, люди побежали в магазин, чтобы купить эту еду. Дальше приходит следующий человек и видит, что действительно пустая витрина, на ней еды нет. Он фотографирует пустую полку, и для людей это еще большее доказательство, что вся еда закончилась. Люди прибегают, снова покупают еду. Продавцы просто не успевают докладывать продукты, и вот эти пустые полки, они провоцируют новую-новую-новую панику. Это есть эффект самозбывающегося пророчества. Дальше фейки, с которыми мы сталкиваемся, в итоге производят ксенофобию и агрессию. Когда начали говорить, что источником коронавируса стал Китай, когда стали говорить, что причиной коронавируса стало то, что кто-то съел недоваренную летучую мышь в Китае, то очень много негативных эмоций, негативных реакций пошло в адрес китайских граждан. В том числе, причем подоставалось не только гражданам Китая, но и всем людям азиатской внешности, независимо от того, из Китая они не из Китая, ели они летучую мышь или не ели. В общем, это все порождает то, что вырастает ксенофобия и агрессия по отношению к каким-то определенным категориям людей. Начинает появляться юмор, тот, кто говорит, что один человек не может изменить мир, никогда не ел недоваренную летучую мышь. Люди упражняются в астрологии, что тоже вообще-то произрастает на ксенофобии и агрессии. Дальше причина одна из серьезных проблем, которые порождает информационная эпидемия, фейки, это мошенничество. Начинают людям приходить рассылки о том, что идет сбор каких-то средств, о том, что сообщите адрес и пин-код от вашей карточки, чтобы получить пароль для выхода из дома и цифровой пропуск. Множество разных мошенников начинают паразитировать на вот этой информации, создавая фейки. И люди им верят, потому что мошенники умеют очень хорошо конструировать свое послание так, чтобы оно было идеально замаскировано под настоящую новость. Да, появляется тоже очередное мошенничество. Этот скриншот сделан чуть раньше, чем сейчас разговоры про то, что появляется реально возможность сделать тест. Но когда еще тестов не было и тесты были недоступны гражданам, то появляются тесты, которые продают в 995 рублей возможность пройти этот тест. Появляется отвар от коронавируса из Китая за 1400 рублей. Появляется чеснок от коронавируса за 350 рублей. Появляется оберег от коронавируса. Непременно, мне кажется, нам нужно его приобрести за 2500. Вирусы все виды уничтожим, да, за 500 рублей нам могут помочь. И даже если вы помните, кто-то давал на ЮДУ объявление про то, что в самом начале эпидемии, что только что вернулся там из Китая, схожу к вашим конкурентам и сообщу в правоохранительные органы о всех лицах, с которыми я контактировал, в том числе весь офис ваших конкурентов перечислил. То есть разные мошенники, разные люди начинают по-разному наживаться на вот этой информации. Конечно, борьба, то есть общество осознает, что с фейками нужно бороться, что фейки приносят множество проблем и сложностей. И поэтому, например, людей штрафуют за фейковые новости, за распространение информации о коронавирусе. Женщину, девушку из Челябинской области, из города Озерска, оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она что-то на своей личной странице написала про количество людей, которые заражены. Люди, ребята, которые устроили пранк в метро, это еще было до карантинной, до самоизоляции, они тоже в итоге оказались преследованы. В общем, по решению Бастеркина в ведомстве была создана рабочая группа для выявления и борьбы с распространением фейков АКВИ. Соответственно, борьба с фейками происходит на государственном уровне уже. Однако у этих фейков, вот мы с вами говорили про то, что фейки очень вредны и фейки очень опасны, у них, у этих слухов, непроверенной информации, есть очень важное социальное значение. Во-первых, об этом говорит Александра Архипова, происходит возврат контроля. У нас есть понятный враг. Смотрите, вот когда мы с вами летаем на самолетах, мы их боимся гораздо больше, чем мы боимся ездить на автомобиле. Хотя известна мировая статистика, что в автомобиле люди, которые ездят, погибают значительно чаще, чем в авиакатастрофах. Но автомобили нас не пугают, потому что мы понимаем, как они работают, мы знаем про силу притяжения, мы понимаем, почему машина едет по земле, почему самолет летает по небу, далеко не каждый из нас понимает. Когда нам что-то непонятно, это вызывает в нас панику. Когда нам объяснили, кто враг, из-за кого все началось, нам все сразу стало понятнее. Так же, когда мы поняли, что во всем виновата летучая мышь, или там китаец, который не доел летучей мыши, у нас сразу все стоит на свои места. Мы как бы возвращаем контроль не себе за ситуацию, но вот этому человеку отдельному, которому мы делегировали этот контроль. Враг стал понятен, нам сразу как-то полегче, как будто бы стало жить, мы как будто бы немножко избавились от стресса. Другой момент, это то, что фейки, слухи, распространение вот этих новостей, оно становится определенным социальным клеем во время атомизации общества. То есть мы сейчас с вами все сидим по своим норфам, и нам не хватает живого человеческого контакта. Возможность отправить друг другу сообщение, пусть даже какое-то не очень правдивое, это возможность нам между собой установить связи. Дарья Радченко, исследователь из РАНКИКС, она тоже исследует, как распространяются письма счастья, которые люди распространяют, когда, знаете, перешли это всем своим друзьям, и удача придет в твой дом завтра в 18.00. Такие письма люди распространяют и тоже распространяют не глупые дурачки, а вполне себе взрослые, образованные люди. И для многих, когда Дарья исследовала, как это делается, для многих это становится возможностью поддержать социальный контакт. Условно говоря, я бы своему однокласснику, с которым я виделась в последний раз лет 15 назад, у меня, в общем-то, нет повода ему написать. Но если уж я могу по такому важному поводу написать, как личная удача, которая придет завтра в 18.00, уж тогда, конечно, я воспользуюсь этим поводом, и я смогу с ним наладить контакт. В общем, вот в эпоху, когда мы очень атомизированы, мы находимся в разных местах, для нас распространение важных слухов, полезных советов, это тоже является способом поддержать контакт с разными людьми, с которыми, может быть, у нас бы не было повода сейчас завязать этот контакт. И прекрасная метафора, мне кажется, или даже не метафора, про то, что слухи — это, по сути, груминг второго порядка, груминг социального порядка. Что это такое? Есть шимпанзе. Шимпанзе принята такая практика, как груминг. Это повычесывать друг друга, съесть у кого-то ложку и так далее. Они друг с другом таким образом контактируют. Это называется груминг, почесывание друг друга. Таким образом они устанавливают социальные контакты. И Данбор изучал, что шимпанзе, и сказал, что шимпанзе — количество контактов, которые они могут установить, оно ограничено. То есть как бы у меня ограниченный временной ресурс, ресурс внимания, я не могу контактировать сразу с тысячей обезьян. Я могу контактировать самые общительные особи, говорит он, могут общаться до 80 особей, то есть контактировать и вычесывать еще плюс 80 человек. Соответственно, для них вот этот груминг — это способ поддержать социальный контакт и способ справляться со стрессом, страхом, испугом. То есть когда он наблюдал за этими шимпанзе, если вдруг кто-то начинал угрожать, или шимпанзе видели какую-то внешнюю угрозу, то они первым делом начинали не убегать, не защищаться, они начинали почесываться, почесывать друг друга, и таким образом они возвращали себе спокойствие. И вот дальше, почему груминг второго порядка? Потому что дальше постепенно эволюция, 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 появляется речь у человека. И вот эта речь — это возможность перейти к грумингу второго порядка. То есть раньше мне, чтобы поконтактировать, надо было своего сородича почесать, а теперь мне, чтобы поконтактировать, достаточно что-нибудь ему сказать. И вот этот вот разговор, это сплетни, это какой-нибудь передать ему слух — это как раз возможность произвести вот этот груминг без почесывания. Соответственно, в их социальных сетях это тоже такой своеобразный социальный груминг. Когда мы друг другу передаем эту информацию, мы таким образом друг с другом контактируем и опять же снимаем стресс. Поэтому очень важное значение есть у этого так называемого груминга и у этих слухов и сплетен, которые распространяются вокруг. И дальше даже возникает такой фольклор-бедствия, социальная реакция на катастрофу, когда мы начинаем шутить над какими-то страшными вещами, которые нас пугают. И мы видим прекрасно, что это сейчас появляется. Сегодня ночью со спутником лазером будут замерять температуру, просьба по возможности стоять у окна, лбом по направлению к звездам, рот тоже держать открытым. Инфа 100% звонили с космодома. То есть люди начинают иронизировать над нашими страхами, над нашей паникой. Про собак, я думаю, вы очень много видели этих шуток, про то, что разрешено гулять с собаками только, и теперь собаки бедные и несчастные, и вынуждены гулять по 16 раз в день, пока весь дом, весь подъезд не погуляет, не подышит свежим воздухом. И таким образом люди как бы иронизируют, люди спасаются от вот этого страха, от этой тревоги, которая их окружает. И возникает вопрос, что же делать, если нам слухи и сплетни так нужны, и фейки для того, чтобы поддерживать друг с другом контакт. С другой стороны, мы понимаем, что фейки убивают, как в примере с иранским алкоголем. И мне кажется, что здесь решение очень простое. То есть нам важно распространять, распознавать фейки, нам важно останавливать фейки, и нам важно постить полезное. Вот как распознавать фейки? Во-первых, проверить, достоверный ли источник. То есть если сказано, что с космодрома звонили или сообщил один знакомый из воинской части, то это не очень достоверный источник. Если написано, что сообщил главный врач такой-то поликлиники, которого зовут вот так-то, то тогда мы, соответственно, понимаем, что этому человеку можно верить. Важно оценить эмоциональную насыщенность. Если в нашем новости, посте, который мы хотим распространить, срочно, важно, 100 тысяч восклицательных знаков, скорее всего, эмоциональная истерия возникает на пустом месте, там, где за этой истерикой эмоциональной пытаются скрыть отсутствие фактов и отсутствие доказательств. Можно перепроверить, знает ли постящий того человека, который был источником информации. Можно гуглить. Если вы вводите текст новости плюс слово «фейк» или «слух», то, если это действительно был «фейк» или «слух», то с большой долей вероятности уже на каких-то сайтах появилось опровержение. То есть вы сможете найти опровержение этой информации. То же самое можно делать с английским, переводить на английский и писать «фейк». Можно делать обратный поиск по картинке. Что это? Вы сохраняете картинку, с которой распространяется фейковая новость, загружаете ее в Google или в Яндекс в поиск по картинке, и вам поисковик говорит, где еще эта фотография использовалась или что еще на ней изображено. Вот Google ищет не так хорошо, как Яндекс. Яндекс работает прям отлично, как обратный поисковик по картинке. Соответственно, если вы увидите, что сегодня деньги собираются с этой фотографией на лечение Машеньки, а вчера с той же самой фотографией собирали деньги на лечение Наташеньки, а 4 года назад она была Дашенькой, тогда есть смысл задуматься, действительно ли это реальная девочка, которой сейчас нужна помощь. Есть специальные сайты, которые коллекционируют слухи и их опровергают. Их несколько, они здесь перечислены. Можно просто проверять те фейки, слухи, которые вам удалось услышать на этих сайтах. Они, правда, англоязычные, насколько я знаю, но тем не менее что-то можно проверить. И, как говорят специалисты, многие фейки, они интернациональны. То есть, если у нас появился какой-то фейк, то с большой долей вероятности такой же фейк появился где-нибудь еще в другой точке мира. Проверять многие источники, не из одного источника, и обратиться к экспертному знанию. Если вы прочитали про то, что нужно для борьбы с вирусом пить горячую воду, то можно уточнить у реального врача, который вам скажет, так это или не так. Вот типичный пример. Ребят, поспрашивайте, кому нужны за щенки-балматинчики, породистые, за бесплатные, иначе хозяева их утопят. Номер телефона перепостите, пожалуйста. Что здесь происходит? Если мы сейчас пытаемся проанализировать, основываясь на всех тех знаниях, которые я говорила в течение лекции. Почему фейк возникает? Здесь очевидное мошенничество. Если вы позвоните по этому номеру телефона, с вас спишут деньги. Окей, мы разобрались с источником. Это мошенничество. Почему люди начинают это репостить? Потому что здесь очень эмоциональная фотография. Мы смотрим на нее, нам реально жалко этих несчастных щенков, которых вот-вот утолпят сейчас. Мы включаемся эмоционально, у нас включается критическое мышление, мы готовы дальше эту информацию транслировать. Как мы можем проверить, насколько эта информация правдива или неправдива? Мы сохраняем эту картинку и видим, что подобный же текст с этой же картинкой публиковался в разные годы с разбивкой в несколько лет. Соответственно, щенки уже выросли, уже родили своих детей и внуков, уже живут прекрасно счастливо. И всегда каждый раз новый номер телефона. Соответственно, когда мы понимаем, что вот мы проверили, мы поняли, откуда этот фейк появился, как он распространялся, по какой причине, то мы уже дальше на эту удочку не попадемся. Очень смешная памятка появилась про то, как нужно создавать фейки. Может быть, вы ее видели. Они предлагают нам просто сконструировать любой фейк, собирая как пазл из каждой строчечки по одному пункту. Например, срочно мне написал знакомый из очага эпидемии и попросил никому не говорить. На самом деле все совсем не так. И скоро все умрем или все будет хорошо. И вот дальше нужно размытые фото какого-то приказа, фото кого-то в маске на фоне военных или аудио с шумами, и тогда вам точно поверят. Вот обратите внимание, что если вы в следующий раз встретите когда-либо такую информацию с чрезмерной эмоциональностью, со ссылкой на какого-то знакомого или незнакомого, с просьбой распространить или еще что-то, то с большой долей вероятности это фейк, сконструированный ровно по этой схеме. Вряд ли кто-то руководствуется прямо этой инструкцией, но она даст больно-таки прозрачную и повторяется из раза в раз, поэтому, пожалуйста, не попадайтесь. Важно останавливать фейки. Вот когда была эта история с этим Юрой Изухани, который подробно нам описывал про то, как существует и распространяется вирус, то дальше появилась большая волна людей, экспертов, врачей, СМИ, которые опровергали эти публикации. Где-то написали опровержение на Яндекс.Дзене. Кстати, обратите внимание, очень многие попадаются на Яндекс.Дзен. Дело в том, что Яндекс.Дзен, как вы знаете, это блоговая платформа, на ней люди публикуют сами те тексты, которые они производят, которые они публикуют. Соответственно, эта информация вполне может быть фейковой и непроверенной. Но люди, когда верят, что информация, где она опубликована, о, в Яндексе, ну в Яндексе-то не наврут, они начинают верить тому, что написано на Яндекс.Дзене. Вот в Яндекс.Дзен там часто бывает информация непроверенная, нерелевантная, не очень корректная, поэтому всегда проверяйте источник, и слово Яндекс не должно вас дезориентировать, потому что Яндекс.Дзен — это платформа с пользовательским контентом, за которой они могут не отвечать. На Яндекс.Дзене появилось. Липецкий врач на портале про здоровье написал опровержение. Даже аргументы и факты написали опровержение от всех тех советов, которые дает этот Юра Изухань. Таким образом, это работа, которая на самом деле очень полезна, потому что это своего рода такое цифровое волонтерство, медиа-волонтерство. Вы не только не распространяете эпидемию, эту информационную, вы еще ее и тормозите за счет того, что предупреждаете людей, где фейки. На самом деле, исследование, о котором рассказывает Борислав Козловский в книге «Максимальный репост», он говорит, что Facebook проверял, начинает ли новость распространяться меньше, если опубликовать опровержение. Так вот, к сожалению, опровержение никак не влияет на дальнейшее распространение новости. Даже если вы напишите, опровержение новости все равно не перестанет распространяться, но хотя бы кто-то узнает, что это был фейк. Мне кажется, что это очень важно с вот этими полезными советами, и мне кажется, что это очень важно в случае с благотворительностью. Дело в том, что если, например, вы попались в какой-то момент на ложные призы по помощи, помогли, а это оказались мошенники, то высокий риск, что в следующий раз вы решите больше никому не помогать, потому что вам будут везде мерещаться мошенники, что вполне понятно после того, как вы попались на удочку. Так вот, чем больше людей попадется на удочку очередного мошенника, тем больше опасность, что в какой-то момент человек, который нуждается в нашей помощи, просто не получит этой помощи, потому что люди слишком часто ошпаривались на фейковых новостях про то, что кому-то нужна помощь. Поэтому мне кажется, что с новостями о благотворительности, о волонтерстве особенно важно проверять, насколько новость правдива или неправдива, и особенно важно, если новость неправдива, это давать автору публикации понять, что он ошибся, так же, как его читателям. То есть можно оставить ссылку, что вы ошиблись, это фейк, вот здесь опровержение, можно оставлять прямо под постом. Дальше мы говорили, что распознавать фейки, оставлять фейки и постить позитивное, то есть говорить людям, давать людям позитивную, приятную информацию. В общем-то, этим и попыталась заняться девушка, которая поискивала лебедей и дельфинов, но на самом деле так не надо. И опять же, в статье National Geographic психолог говорит про то, что публикация новостей позитивных, но которые потом оказываются ложью, это еще более демотивирует людей, еще более их деморализует, чем вообще, если бы они их не услышали. Поэтому не нужно придумывать специально хорошие новости для того, чтобы кого-то там повеселить или поднять настроение, но вы вполне можете находить такие темы, которые будут релевантны для вашей аудитории, которые будут полезны в этом информационном потоке. Например, как вы оборудовали свое рабочее место дома, или как вы развлекаетесь по вечерам, или как вы занимаетесь спортом, сидя на стуле, на диване. В общем, любые новости, которые вы можете поделиться своим собственным опытом, а не домыслами и не фейковыми новостями, он будет очень полезен и приятен для вашей аудитории. В общем, если подводить этот опыт, то для того, чтобы сохранить спокойствие в этом тревожном информационном мире, мне кажется, важно определить круг источников, из которых вы хотите получать информацию о теме, которая вокруг сейчас очень интересна. поделить количество этой информации, которая нужна для спокойствия, ограничить время потребления этой информации, если вы с чем-то столкнулись, останавливать фейки и делиться полезным и приятным. Это, пожалуй, то, что я вам хотела рассказать. Пожалуйста, задавайте вопросы, если они есть. Можно подписаться на канал в Телеграме, цифровой этикет или группу ВКонтакте, или почитать, полистать мемы в Инстаграм-аккаунте, который посвящен мемам в цифровом этикете. Если у вас у самих есть мемы про цифровые этикеты, про цифровые коммуникации, пожалуйста, мне присылайте. А я сейчас открываю чат. Туда, видимо, падали вопросы. Приветствуем вас на нашей встрече. Это, видимо, не вопрос. Почему вдруг Трамп украинцев будет листать свои формы для опровержения фейков российской пропаганды? Американским президентом тогда был Обама. Термин был вполне в ходу. Мария, супер, спасибо за комментарии. Вот сейчас, видишь, я, видимо, вам сообщила фейковую новость, а вы ее развлечали. Большое спасибо. С шинками неизвестна другая история. Там был реальный приют, который закрывался и пытался пристроить шинков, но, по всему счастью, не имело даты и ходило много лет после того, как потеряла актуальность. Да, Мария, а еще есть история про шинку в Хаске, может быть, вы тоже слышали. И шинков в Хаске предлагали всем забрать из приюта бесплатно и давался номер телефона этого приюта. И оказалось, что телефон реальный, приют реальный, шинки реальные, только никто их бесплатно не раздает, никто приют не закрывает. Таким образом, оказалось, что просто конкуренты пытались заблокировать работу этого приюта, потому что им просто все разорвали телефон. То есть у этого приюта разорвался телефон, потому что эта картинка с номером телефона и с этими умилительными шинками Хаски она ходила по всему интернету. Поэтому здесь про шинков много разных историй. Собаки, животные, коты, дети. Все это те триггеры, которые вызывают у нас повышенный эмоциональный открик. У нас отключается критическое мышление, как я уже говорила, и поэтому информация начинает дальше распространяться, распространяться и распространяться. Так, есть ли у вас еще вопросы? Ольга, спасибо большое. Иногда просто бывает прерывается звук, поэтому, например, в Фейсбуке не услышали ответ на... не поняли, на что вы отвечали в первый раз. Речь шла про авторство термина фейк-ньюс. Поэтому, пожалуйста, в Фейсбуке и в трансляции в Зуме продолжайте задавать вопросы. Кажется, у нас немножко эфирное молчание. Ну, если кто-то формулирует вопрос, то формулируйте. Если вам интересна тема фейков, то я очень советую вам книгу Борислава Козловского. Я очень советую вам посмотреть и почитать все то, что делает Александра Архипова. Я советую вам посмотреть статьи Дарьи Радченко про письма счастья, про то, как они распространяются. Пожалуй, наверное, все, что я могу, на что я сейчас могу сослаться и вам порекомендовать. Если вопросов нет, то, может быть, мы тогда закончим. У нас ровно час получился в эфире. В таком случае спасибо. Еще раз, пожалуйста, еще раз спасибо Ольге за то, что она рассказала нам сегодня много интересных вещей. Подписывайтесь, пожалуйста, на наши социальные сети Библиотеки иностранной литературы, следите за новостями и за онлайн-мероприятиями на официальном сайте. И напоминаю, что через неделю, 29 апреля, состоится вторая лекция Ольги, которая будет посвящена цифровому этикету на удаленке. Подключайтесь. Спасибо, до свидания. Спасибо.